всем привет вы на канале индустриал тул меня зовут андрей и сегодня у нас на обзоре будет сеникс компания которая производит различные строительные инструменты также садовую технику сегодня мы рассмотрим 3 триммера это аккумуляторный электрический и бензиновый так как вы знаете бензин я не очень сильно люблю но у меня даже дома нет ни масла ничего поэтому я принял решение мы сейчас поедем в гости к моему очень хорошему другу у него дома свой сервис он ремонтирует бензиновую технику и также он дает инструмент в прокат и как бы будет более интереснее мнение не только моё но сразу двух человек и поэтому поехали вот он этот сервис вот он этот сервисный центр прокат инструмента и ремонт давайте зайдем и посмотрим что же там у нас внутри здесь инструмента у гуга вот это вот все можно взять в аренду и шлюп нога и генераторы здесь и виброплиты здорово это ребята артём хозяин этого гаража так сказать а внутри здесь вообще как я и говорил это вот фанат макиты здесь макиты столько сколько вы не видели сколько я не видел чего здесь только нет правда есть и все время макиты всякие интересные штучки и work pro есть и пит я здесь видел вот он а папик вот еще пить ладно ребят приехали мы сделать для вас обзор на триммер и давайте приступим кому интересно где это находится есть вот такая карта есть у него такие ванючки машину так еще раз всем привет сегодня рассмотрим компанию сеникс вообще знаком с этой компании до чуть-чуть что видел в обзорах довольно таки неплохо ну вот в каталоге здесь у нас есть такой небольшой каталогик на двадцать четвертый год здесь указано что компания бренд сам сеникс принадлежит компании яд и яд это такая крупная компания у нее свои заводы есть более того есть своя лаборатория помните вот если кто смотрел последние ролики как ребята ездили в китай в компанию pit и у них там есть своя лаборатория которая подтверждена так сказать этими сертификатами тюв у я то здесь тоже есть своя лаборатория и тоже точно такие же сертификаты то есть не шараж монтаж контора да это далеко не шараж монтаж контора и как бы вообще яд изначально когда появилась она делала продукцию для известных брендов крупных все мы знаем садовку она для макиты делает но так понимаю он и сеникс делает и для husqvarna скорее всего короче давайте по электро инструменту сначала рассмотрим вот такой аккумуляторный триммер сеникс небольшой возможно даже у маки то есть такой маленький 3128 1 мы сейчас разберем его мы с ним интересного и вроде моторчик даже остался от 181 не сразу скажу электроника будет другая потому что у маки там своя она отличается эти контроллеры и прочим но в щеточном там уж особо показалось компакт диск а это рекламка такая вот наклейка что наклейки ну на первый взгляд похож из-то конструктивом давай коробку уберем заглянуть вообще аккумулятор заряжен или нет комплект идет зарядное устройство 2 амперная 21 вольт 50 ватт примерно будет заряжать двушку за час эти есть сразу чтобы повесить чего нету маки это к сожалению аккумулятор кстати не знаю с охлаждением она вряд ли с охлаждением в аккумуляторе есть сеточка такая сверху продувочный канал аккумулятор наполовину заряжен а давай дух нету ты поставь пусть подзарядиться чуть чуть мало насыпали вот этих штучек так и на три мере катушка с леской и так понимаю она меняется просто до какого обычный полуавтоматическая катушка здесь основание остается тоже что под леску становится вот эти ножи и ножи мягкие хотя бы если вдруг оторвется в ногу не воткнется ручка устанавливается просто нажал так перевернуть на регулируется назад затягивает и здесь еще 180 градусов нарисовано а вот так оттягиваешь поворачиваешь вверх ногами понятно попробуем с этими штучками не знаю где их покупать если че ну давай аккумулятор ну пошли что-нибудь покосим да я сначала разберем а потом покосим давай разберем потом потому что грязный но это совсем не 181 да здесь редуктор свой там вообще намного проще все сделано вот кстати фиксатор был фиксатор шпинделя точно ракладочка резиновая специалист и смотри здесь даже клеммники в защите вот этой силиконовой внутрь сны смотри масочки насыпано подшипники 609 здесь уже вот на маките стоит zz то есть закрытый металлом здесь уже резиной здесь вообще другая абсолютно конструкция у макита подожди обе шестерни металл или нет ведущий точно металлическая прямозубая зубчатая передача чё за двигатель не указано но на этих всех триммерах двигатели по форм-фактору вот эти они по моему покрупнее 750 или то 550 в том же вот они вникал это бесщеточный в шуруповертах стандартах принципе понятно тут просто и со вкусом но редуктор оригинальная такого ни у кого не видел но здесь на самой катушке уже стоят кратчатка для охлаждения то есть воздух она еще подсасывает для охлаждения мотора но и выкидывает траву соответственно не да не дает сюда замотаться ну давайте откроем эту часть там особо на ничего интересного не будет но здесь особо вообще ничего интересного плата управления микрик плата на ней указано яд компания плата кстати не залита а а вот этот похож очень сильно на какой-нибудь дэвольт или мелоки колодочка и один контакт здесь не подплечен просто так слушай а может она тут и заливка то это и не нужно в этом да в этом потому что ну я не знаю конечно пользователи разные бывают и под дождем смогут оставить но по сути он не предназначен чтобы в вообще это триммер для чего он же просто подкосить траву после газонокосилки это не для больших ну да частков ко мне приносили как раз таки вот дур 181 и я в прошлом году человеку менял двигатели и в этом году я ему тот тот двигатель поменял который в прошлом году поставил я у него спрашиваю сколько ты кое косишь какой участок ну сотки 4 аккумуляторным триммером вот этим малышом да аки и потом говорят почему техника такая хреновая вот именно вот человек использует не по назначению а а здесь вот вкратце показать вам вот участок косится все газонокосилкой а возле забора у там где колесики стоят клумбы цветы там как раз проходишь где деревья вот этим маленьким триммером и раз таки вот у меня для этих целей как раз по после газонокосилки вот этот вот не небольшой но это как бы следующее но это 8 отстойте покруче конечно небольшой и но тем не менее он предназначен как раз таки для небольших работ а вот это вот крышечка сейчас собираем напомнила мне триммеры стервинс у них примерно также сделано набору и здесь еще обратили внимание оказывается ездить стопор ну покрути откройте катушку крути крути как там лево или право обычно лево ой гайка здесь у нас внизу мы еще не закрутили его это непонятно да это не 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 непонятно это для полуавтоматической катушки вот ответ на него как ее нажимать и для чего но здесь она не полуавтоматическая вернее ручная странно обнаружили небольшой косячок вот это вот гайка она выпадает ее можно потерять при откручивании либо лучше не откручивать это все дело но по-хорошему и просто он зафиксировать то что за либо и приклеить там внутри надо и 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 с густой травой справляется вывозит не задыхается давай эти попробула но тут еще кстати заряд аккумулятор на 2 деления ну а сколько тоже до 4 а 3 4 на 4 сорян наполовину подсажены зато здесь можно быстро поменять леску на пластиковые ножи по-моему даже катушку можно не убирать катушку как раз таки и не убирается просто вытаскиваются внутренне нет я имею ввиду леску даже оставить а ну возможно вполне себе возможно корочка такая же что то с ножами с ножами веселей мне кажется с ножами и двигателю легче намного лет вот вот а вот здесь кстати надо выдвинуть давай выдвинем вперед вот эту вот штуку так она как раз по уровню стоит вот мы выдвинули и теперь можно перед забором косить и ножи не будут его касаться а ну ножи прям целые ничего с ними не случилось не знаю как они себя будут чувствовать если попадутся на препятствия на какой-то типа камня забора для китайских много таких ножей продажи есть тем не менее они мне кажется копейки стоят да вот тут еще на густой траве так да так и дай сымитируем тогда препятствие ну давай чё с ними будет будет препятствием крышка вакерной сон да ничего особо я не собираются складываются когда ударяются но тем не менее то что он как бы удерживает но это может хотя есть такие то что будут пытаться что-то знали эти не показали что это за модель это бите x2 м2 и 7000 оборотов в минуту 305 миллиметров катушкой 254 миллиметра нажившие на кашение 20 вольтовые аккумуляторы ну хороший тренер отличный но если сюда еще какую-нибудь четверку либо пятерку поставить наверно будет еще более производительный все поехали дальше смотреть электрический электрический у нас модель и си 1200 в ну получается 1200 вот мощность 3000 с половиной оборотов в минуту ширина скажем 340 леской и 230 ножом два года гарантии пока упакована все вообще отлично вот вторую коробку открываем его какой драндулет комплекте нож четырехлопастной 250 я не знаю но мне по сути для меня я не люблю электрические триммеры но хотя их часто тоже приносит в ремонт нужно люди покупают люди ими работают лично для меня привязка к проводам это такое себе у меня у брата был электрический пока не купил аккумуляторный сейчас все мне кажется переходит потихоньку на аккумуляторную до их него либо еще остались кто прям бензин и все только бензин бензиновер до бензиновер в америке кстати видел и в этом в рано реддите чем написал фотографию прислал короче в магазинах уже начинают запрещать некоторых штатах продажу бензинки но он прямо в хомблепо такое объявление висела типа остались остатки ты еще успеешь купить типа воспользуйся шансом по моему в россии в россии это не грозит бензинка как работала так и будет работать он тут тоже сам понимает кто работает профессионально покосом травы занимается им аккумуляторная техника никак не будет востребована потому что это огромные объема это надо сколько собой этих аккумуляторов таскать да то есть сейчас аккумуляторная техника по мощности не уступает принципе бензиновый если взять вот например этот 300 какой вот у тебя то есть по помощность он будет сопоставим 43 кубовому триммеру не тем я тебе скажу сейчас уже есть аккумуляторные триммеры двухкиловаттники я не против я говорю сопоставим но тут тоже это вопрос в цене грубо говоря если собрать комплект для профессиональной работы покоса травы то есть если ты будешь выкашивать образно говоря там 15-20 соток в день это тебе потребуется аккумуляторов штук 5-6 как минимум на 82 вольт но так просто пойми то что цена нормального бензинового триммера будет стоить условно полтинник собрать это хороший там например если взять какой-нибудь штилевский например ну или сейчас зима не упал полный аналог штилях у скварны по полная копия но тем не менее он будет стоить в районе тридцатки и аккумуляторный триммер и но многие просто тупо не доверяют аккумуляторному инструменту то что нет бензин и все есть такое есть и так что я думаю нам в россии не грозит это то что запретят бензиновую технику ну мне кажется здесь все эти электрические триммеры они по сути одинаковые давай сразу построим ну блин собирать не будем очень похож на интерскол у меня там блин это стервинс там я вопрос наберу а ремонтировали часто они есть двигатель обычный щеточный небольшой редуктор и штанга единственный здесь плюс какой а это тоже они все неразборные по сути по моему а хотя нет различие например сразу бросается как крыльчатка у глаза но по весу конечно тоже тяжелый но они в принципе плюс-минус одинаковые да я тут не хочу сказать что там это все это все делается на одном и том же заводе потому что уже сразу например визуально бросается отличие в глаза понятно корпуса можно изменять как хочешь внутри одинаковый редуктор но даже смотри например например посмотреть на крыльчатку то есть размер здесь и здесь в какую сторону направлен сами на лопасти хотя это это чисто субъективное такое мнение как я не люблю электрические триммеры сетевые да и когда разбираете технику если что-то не идет скорее всего вы что-то не открутили спрятались два секретных болтика подкраски да 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 нет здесь не нестандартный двигатель покруче коллектор немного залит интересно дефон диффузор блок плавного пуска это стандартно но не на всех стоит или электрических триммерах здесь такой коробочки своей но отличается отличается редуктор другой статор другой не такой как на всех 608 608 подшипники кстати этот триммер обычно все триммеры идут с включением вот здесь здесь велосипедная ручка не но на на разных моделях по разному бывает то то же самое есть наоборот если он только рукой электрические не видел велосипедной раньше сейчас только обратил внимание вот нет ни какие-то мне не встречались попадались какие приносили мне в ремонт провода уложены из свои пазы есть везде это радует потому что есть такие китайские триммеры где провода как бы кинули а потом мучаешься закрываешь этот корпус здесь проложено довольно таки неплохо ну вот открываем вторую модель сеникса и видно что не но не барахло однозначно 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 не барахло не знаю там как конечно будет он себя вести во время эксплуатации в плане надежности но пока как бы придраться особо не к чему темферы ладно надрывай кстати смотрите обратил внимание возможно это но универсальные ручки делают под аккумуляторные триммеры где есть кнопки управления здесь просто заглушка и такое себе решение чтобы гайка не потерялась не но слушай здесь гайка по сути с фиксацией вот она то есть это контроль самоконтрящая шплинт здесь наверное на всякий случай откручивая сейчас чтобы это помнить в комплекте шестигранник ключ меня всегда удивлялась зачем вот этот ключ сюда кладут свечной гайку закручивать какой кожух а тут он сначала отставить есть три винтов в комплекте а потом потом уже основной а ну это маленький для работы с диском большой для работы с веткой а еще давай покажем напрашивается сюда вот этот вывод кабеля резиночку прямо как будто под нее сделано но я нет хотя здесь как бы провод не гнется поэтому скорее всего она и не нужно бывает ручку тут цельную делают меня на 305 цельно она 40 вольтовом уже не цельно хорошо что на разъемные штанга ну да это перевозить удобно доход перевозить хоть хранить нажим как и на всех триммерах сзади есть функции чтобы вилка не спадала с удлинителя вот так это работает у триммера есть не ну так по по сути не не особо перевешиваю режим soft no load и медленная скорость только он попадает траву мощность сразу увеличивается вот именно поэтому мне не нравится сетевые триммера я ни на одном сетевом не видел чтобы так мощность увеличилась да довольно таки интересно то есть это не просто плавный такого то я тоже не видел сколько их уже сделал по сути мощным сколько у него вот еще 200 модель же довольно-таки неплохо мощный мощный вот это прям до модель хорошая но для тех кто любит провода кто любит провода да ну это как раз упадет для такого участка здесь вот удлинителя для него вполне хватит фиксатор все-таки есть в комплекте мы его нашли он просто закатился под нож и не заметил комплект полный ну а теперь гвоздь программы это бензиновый мощный наших увлекательных те телепердач сеникс модель и модель модель бикац м2 и у 147 киловатт мощности 7500 оборотов вращения вала объем двигателя 41 с половиной ахах здесь у нас идет две коробки вот часть первая пушка 2 гарантии здесь ножик комплект и трехлопастной ножик уже в таком фирменном полете артоном какой-то пакетик канистра лейка катушка кожу защитный временная оснастка разгрузка набор ключей отверток инструкции обязательных прочтения что тут у нас стартер бак легкий пуск какой тут у нас карбюратор стоит ох ничего себе хипофильтр необычно уже уже хорошо обычно это поролоновое колечко а здесь уже довольно неплохо очень очень мало триммеров где стоит хипофильтр ну я из китайских имею ввиду закручена шикарно карбюратор у нас стоит вальбра прям мое почтение нам шикарно вальбра ставится на такие именитые бренды как штиль хусквар на эхо то есть это должен быть хороший карп свечка 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 bosch тоже очень хорошо болты с фиксаторами резьбы то есть маловероятно то что они у вас открутится пока прямо мне нравится ну-ка покладка че на что еще обратил внимание кнопка без фиксации то есть для для того чтобы заглушить двигатель бывает очень часто что люди забывают то что зажигание выключено дергают дергают его перекачали там здесь кнопочка без фиксации нажали заглушили она вернулась в исходное положение то есть запускаем уже непосредственно с включенным зажиганием динамометрический ключик да сейчас еще посмотрим какой здесь топливный фильтр установлен но судя потому что стоит хороший карбюратор здесь неплохая свечка фильтр тоже должен быть как это дорого-богато да вполне себе пока то что я увидел прям неплохо вот прям необычно китай качественный очень качественный фильтр похож на валю но без маркировок вот такие на эхо ставят слушай а бензином как будто попахивает скорее всего их проверяют то есть можно интересно ради сейчас свечку выкрутить и посмотреть проверяют их на заводе ну свечка без малейшего нагара скорее всего не запускает обычно например 4 4 так на технику неплохо которые хорошие те на заводе запускают обязательно и проверяют то есть берешь какой-нибудь новый двигатель снимаешь с него свечку там небольшой нагарчик есть видно что запускали вторая часть это это штанга вот как упаковано в защитную пластиковую накладочку стоит не хочет сниматься штанга неразборная не знаю в чем-то это плюс в чем-то это минус конечно минус разборной штанги в том что вместе соединения обычно валы износуется но минус транспортировка штанга довольно таки увесистая ты пробовал весят относительно обычного китая тяжелее по моему на коробку и с указом ну то наверно совсем ваш год на коробке указан вес 785 но это наверно все таки вообще общий вес потому что данная штанга злода на наша скорее всего и здесь на этой коробке будет да это общий вес пошли на этой коробке тоже собирается в принципе все просто 4 болта в принципе как и все другие триммеры идет в комплекте ну а комплектация других триммерах по большому счету комплектация самая обычная но в смысле катушка и нож что хотелось бы отметить это разгрузка плечевая не вот этот вот лям лямка через одно плечо а именно ранцевая кожух состоит из двух частей для работы с диском и с леской нож можно снять делается молодым просто нажимаем нажми и в сторонку и вся часть выезжает и вот нож отдельно ну когда это будет забито грязью наверное это будет не так просто как сейчас как правило эти кожухи никто никогда не моет сейчас одевается не сказать что легко когда чистый все почти готов на данном триммере прописано то что пропорция масла у него идут 50 к 1 это то есть означает что на 1 литр бензина заливается 20 миллилитров масла канистру сейчас портить не буду приготавливаем рабочую смесь ну она мне уже готова у нас уже вот есть устанавливаем катушечку сейчас еще одну надо надеть шайбочку катушка большая дополнительно что немаловажно на данном редукторе стоит ну как лабиринт в принципе оно практически на всех есть ну что туда не попадало сальник право vielleicht вот что и и так а а важно использовать хорошее масло синтетическая и живучесть топливной смеси желательно не превышает живучесть топливной смеси ограничена то есть когда размешали масло с бензином то есть не рекомендуется хранить там более недели все зависит конечно от масла какое оно минеральное полусинтетическое синтетическое как бы живучесть смеси дольше чем например если взять сравнение с минеральным то есть не надо делать так что развел в начале лета грубо говоря там 20 литров и эти 20 литров в течение сезона используешь нет лучше перед тем как кисить необходимо надо вам литр примерно вы знаете сколько расходует вас коса бензина на ваш участок столько и развели то есть это про продлит жизнь вашей кассе хомотики чтобы провод болтался плечевая разгрузка по размеру даже на меня неплохая да неплохо на принципе пойдет первый запуск подкачали топливную смесь на карбюраторе закрыли воздушную заслонку запустилась воздушную заслонку опускаем очень удобная кнопка натягивать конечно неудобно а а а а а а а Продолжение следует... 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 ну то есть уже такой взрослый аналог бензинового по мощности это уже на сколько вольт идет на 60 вольт но это уже довольно таки взрослая да вот она x6 есть модель и она идет на 60 вольт этот уже будет как бы аналог этому же бензиновому по моему этот пример у папа карло был на обзоре ну а как бы выводы делать вам покупать или не покупать мы показали вам что производит компания cenex мы показали вам что производит компания cenex какие бывают триммеры на этом прощаемся с вами подписывайтесь на мой канал всем пока а